здравствуйте дорогие друзья и соратники когда я поднимаю вопрос о ядерной войне в девятнадцатом веке мне многие возражают что мол если бы что-то подобное было то остались бы упоминания в литературе кто-либо из писателей той поры обязательно бы отразил это событие своих произведениях а раз в произведениях писателей 19 века ничего нет то и ничего не было тут важно понять что если мы чего-то не видим это вовсе не значит что этого нет и никогда не было все дело в том что упоминание о катаклизме 19 века на самом деле присутствует в произведениях многих авторов той поры и более того они в открытом доступе и каждый желающий может с ними ознакомиться но прежде чем мы начнем читать известные нам еще со школы литературные произведения хочу напомнить что по официальным данным официальной истории в июне 1804 года введена предварительная цензура то есть запрещалось печатать и распространять и продавать что-либо без рассмотрения и одобрения цензурных органов в 1811 году создается министерство полиции в числе полномочий которого цензурный контроль то есть надзор над цензурным комитетом и уже пропущенными к печати и распространению изданиями таким образом цензура стала двойной друзья далее я буду зачитывать выдержки из всем знакомых произведений а чтобы избежать предвзятости официальная информация по каждому автору взята из википедии все ссылки на каждого автора и его работы как обычно в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история предвосхищая ваши вопросы скажу вперед да все приведенные далее произведения я прочитал сам и большую часть за прошедший год впрочем эти произведения читали многие из вас еще в школе и так александр иванович герцин 28 января посвящается другу моему диамиду начала 1833 года как внезапно появляется комета мерцая косою прокладывая себе путь новый самобытный пересекая во всевозможных направлениях пространство небесное астроном теряется думы что разрушены им открытые законы но комета нисколько не разрушая законов вселенной сама подчинена им имеет свои законы вначале не обнятые слабым мышлением человеческим раскрытые впоследствии вся москва весь этот огромный пестрый гигант распростертый на 40 верст блестящий своей чешуёю вся эта необъятная узорчатая друза кристаллов неправильно осевшихся я осматривался в каждую часть города в каждой груди камней находил знакомого приятеля которого давно не видал пора было идти домой он проводил меня с хозяином над дверей жал мне руку и сказал первый луч солнца после долгой зимы да подхватил грузин не понимая его слов нынче первый ясный день с августа месяца доселе я не обращал внимание на другую сторону москва поглотила меня страшный звук меди среди этой тишины заставил обернуться все переменилось печальный уединенный симонов монастырь с черными крышами как на гробах с мрачными стенами стоял на обширном поле небольшая река тихо обвела его не имея сил подвинуть несколько остановившихся барок кое-где курились огоньки и около них лежали мужики голодные усталые измокшие и голос меди вырывался из гортани монастыря александр николаевич островский пьеса называется праздничный сон до обеда еще она называется картина из московской жизни написано в январе 1857 года слыхали говорят какая-то комета или плане дойдет так ученые смотрели на небо метроскоп и подсчитали все точно по цифрам в который день и в котором часу она на землю сядет александр сергеевич пушкин также не мог обойти эту тему стороной и у него пожалуй больше всего таких цитат стихотворение зимнее утро год издания по официальной истории 1830 скользя по утреннему снегу друг милый придадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые леса недавно столь густые и берег милый для меня вот тут сам просится вопрос леса недавно густые потому что нет листьев или деревьев убавилось или лесов вообще не стало а остались поля пустые евгений онегин глава 5 в тот год осенняя погода стояла долго на дворе зимы ждала ждала природа снег выпал только в январе здесь подчеркивается смена климата вы скажете что такого даже сейчас январе бывает идет дождь но так это дождь а первый снег друзья мои всегда выпадает до нового года в ноябре декабре иногда даже в октябре помнит ли из вас хотя бы один случай чтобы первый снег выпал аж после нового года а вот еще две цитаты напрасно ахнула европа не унывайте не беда от петербургского потопа спаслась полярная звезда бестужев твой ковчег на бреге парнаса блещет высоты и в благодательном ковчеге спаслись и люди и скоты я видел азии бесплодные пределы кавказа дальний край долины обгорелы жрище дикое черкесских табунов под кумка знойный брег пустынные вершины обвитые венцом летучим облаков и закубанские равнины ужасный край чудес там жаркие ручьи кипят в утесах раскаленных благословенные струи надежда верная болезнью изнуренных мой взор встречал близ дивных берегов увядших юношей отступников перов на муки тайные киприды осужденных юных ратников на ранних костылях и хилых стариков в печальных сединах алексей степанович хомяков полное собрание сочинений том 8 страница 91 написано ориентировочно в 1840 1841 годах письмо супруги екатерине михайловне хомяковой вообразите что в туле хлеб продается по 6 рублей за путь ужасно а поля все до сих пор черные алексей почти весь доход употребил на кормление крестьян валерий яковлевич брюсов разоренный киев год написания 1898 четыре дня мы шли опустошенной степью и вот открылось нам раздолье днепра где с ним сливается десна его сестра кто не делится там его великолепию но было нам в тот день недоземных красот спешили в киев мы разграбленный пустынный чтоб лыбызать хоть прах от церкви десятинной чтоб плакать на камнях от золотых ворот всю ночь бродили мы отчаянием объяты среди развалин тех рыдая облом мы утром все в слезах пошли своим путем еще спустя три дня открылись нам карпаты джордж наэль гордон байрон называется его произведение тьма написано в 1816 году перевод иван сергеевич тургеньев друзья вот это произведение нужно вам каждому обязательно прочитать полностью ссылка на него будет в описании под фильмом я здесь зачитаю только выдержки я видел сон не все в нем было сном погасло солнце светлое и звезды скитались и без цели без лучей в пространстве вечном льдистая земля носилась слепо в воздухе безлунном час утра наставал и проходил но дня не приводил он за собою перед огнями жил народ престолы дворцы царей венчанных шалаши жилище всех имеющих жилища в костры слагались города горели счастливы были жители тех стран где факел и вулканов пламенели весь мир одной надежды робкой жил зажгли леса но с каждым часом газ и падал обгорелый лес деревья внезапно с грозным треском обрушались снова вспыхнула война погасшая на время страшный голод терзал людей и быстро гибли люди и мир был пуст тот многолюдный мир могучий мир был мертвой массой без травы деревьев без жизни времени людей движения то хаос смерти был евдокия петровна растопчина стихотворение называется вид москвы написано 27 июня 1840 года о как пуста о как мертва первопрестольная москва ее напрасно украшают ее напрасно наряжают огромных зданий стройный вид фонтаны выдумка востока везде чугун везде гранит сады и мосты объем широкий несметных улиц все блестит изящной роскошью все нового все жизни ждет для ней готова но жизни нет она мертва первопрестольная москва иван андреевич крылов к другу моему называется это стихотворение написано в 1793 году а я мой друг держусь той веры что это лишь одни химеры не так легко поправить мир скорее воскреснув новый кир и александр без мира смелый чтоб расширить свои пределы объявит всем звездам войну и приступом возьмет луну теперь мой друг во все вплетаюсь и нужным быть везде хочу то к западу с войной лечу то важной мыслью занимаюсь европу миром подарить или свет по-новому делить иван федорович афремов историческое обозрение тульской губернии книга написана в 1850 году 1827 и 1829 годы были самые неблагоприятные для оружейного производства большие наводнения упы два раза прорывали старую верхнюю заводскую плотину и завод бездействия стоял по целому году другая цитата от подземных сил огня известные землетрясения были первое 14 октября 1802 года в два часа пополудни продолжавшиеся около трех минут так что везде качались здания и со столов падала посуда а в калуге лихвине и козельске сами собою звонили колокола второе 11 января 1838 года в половине десятого часа вечера землетрясение это продолжалось около минуты и в оба раза направления имели они от юга на север конец цитаты если наводнение еще как-то можно объяснить то землетрясение в туле официальными версиями объяснить никак не получается кто находится вне сейсмо активной зоны причем так далеко что даже отголоски самых ближайших землетрясений приходит сюда настолько слабыми что их улавливают только приборы а здесь звонят колокола и падает посуда само собой что взрыв на тулой о котором я рассказывал в другом фильме и зафиксированы в архивах этот взрыв был назван взрывом метеорита но эти землетрясения не иначе как просто проснулся вулкан читаем далее константин дмитриевич бальмонт стихотворение называется предание написано в 1899 году в глухие дни бориса годунова во мгле российской пасмурной страны толпы людей скитались и без крова и по ночам всходило две луны два солнца по утрам светила с неба свирепостью на дальний мир смотря и вопуль протяжный хлеба 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 из тьмы лесов стремился до царя на улицах иссохшие скелеты щипали жадно чахлую траву как скот озверены и не одеты и сны осуществлялись наяву гроба отяжелевшие от гнили живым давали смрадный адский хлеб во рту у мертвых сено находили и каждый дом был сумрачный вертеп от бурь и вихрей башни низвергались и небеса таясь меж туч тройных внезапно красным светом озарялись являя битву воинства неземных невиданные птицы прилетали орлы парили с криком над москвой на перекрестках молча старцы ждали качая посидевший головой среди людей блуждали смерть и злоба узрев комету дрогнула земля и в эти дни дмитрий стал из гроба в отрепь его свой дух переселя максимилиан александрович волошин стихотворение называется звездная корона написано в 1909 году в мирах любви неверные кометы сквозь горних сфер мерцающий стожар клубы огня метущийся пожар вселенских бурь блуждающие светы гробницы сон миров погибших урна и труп луны и мертвый лик сатурна запомнит мозг и сердце затаит в крушениях звезд рождалась жизнь и крепла но дух устал от свеянного пепла в нас тлеет боль в нежизненных обид в мирах любви неверные кометы закрыт нам путь проверенных орбит явь наших снов земля не истребит полночных солнц к себе нас манят светы михаил юрьевич лермонтов его стихотворение называется башилову и написано но в 1831 году здесь хочу немного пояснить башилов очень большой чиновник в наше время почти забытый фигура странная и неоднозначная в 1830 году он был председателем комиссии по борьбе с эпидемией холеры при генерал-губернаторе москвы он сильно поучаствовал написание историй и докладов на эту тему так вот лермонтов посвятил ему такие строки вы старшина собрания верно так я прошу вас объявить могу ли я здесь нелицемерно в глаза всем правду говорить авось авось займет нас делом или хоть забавит новый год когда один собранье целом ему навстречу не солжет и так я вас не поздравляю что год сей даст вам знает бог зато минувший уверяю отмстил за вас как только мог николай алексеевич некрасов следующее стихотворение которое я прочитаю знают наверное все однако мало кто догадывается что в нем скрыто и так называется но мужичок с ноготок написано в 1861 году откуда дровишки из лесу вестима отец слышишь рубит а я отвожу в лесу раздавался топор дровосека друзья тут хочу отметить тот факт что события в данном стихотворении разворачиваются во второй половине 19 века пилы уже были изобретены и не были дефицитом но лес молодой деревья тонкие потому и валили топором и мало кто знает но у этого стихотворения есть продолжение и оканчивается она так все все настоящее русское было с клеймом нелюдимой мертвящей зимы что русской душе так мучительно мило что русские мысли вселяли в умы те честные мысли которым нет воли которым нет смерти дави не дави в которых так много и злобы и боли в которых так много любви петр иванович кеппин предисловие книги города и селения тульской губернии изданы в 1857 году цитата знаю что мы не имеем еще полного списка заселенных в россии мест я уже в двадцатых годах обращал на это внимание начальствующих лиц но к сожалению тогдашнее мое ходатайство осталось без последствий потом я тщетно пытался приобрести показания хотя бы об одних селах в которых находятся приходские церкви только о посадах и местечках мне удалось в сороковых годах собрать сведения частью при поездках моих по россии часть уже по сношением академии наук с начальниками губерний эти сведения министерства внутренних дел были положены в основании при составлении сколько можно полного списка городским поселением в россии конец цитаты федор иванович тютчев русская география издание 1848 или 1849 года москва и град петров и константинов град вот царство русского заветные столицы но где предел ему и где его границы на север на восток на юг и на закат грядущим временам их судьбы обличают 7 внутренних морей и 7 великих рек от нила до невы от эльбы до китая от волги по ефрат от ганга до дуная вот царство русское и не придет вовек как кто предвидел дух и даниил предрек джозеф мэлорд уильям тернер это художник друзья предлагаю вам просто посмотреть на его работы и обратите внимание как эта серия работ выполненных в 1830-х годах кардинально отличается от его работ конца 18 века в описании будет ссылка на его картины кому будет любопытно их рассмотреть подробнее то там вы помимо показанных сейчас найдете еще много других прекрасных работ а теперь друзья представьте такую ситуацию вы молодой писатель или поэт у вас получаются прекрасные повести рассказы или стихи вы живете летом в деревне у реки и вас окружают прекрасные виды природы вы пишете рассказ о них надеюсь рассказать всему миру о красоте родных просторов написав очередной рассказ вы приезжаете в книжное издательство а там главный редактор максим александрович пугачев все совпадения конечно же случайны и вот главный редактор прочитал восхитился возможно даже прослезился а потом и говорит замечательный рассказ мой друг но понимаете это не формат сейчас нужно что-то жизненное чтобы касалось современности была замешана любовь и детективная история вот такое будут читать а вашу природу никто не купит поэтому мы не можем опубликовать вашу работу и заплатить за нее и вы зная что вам нужно платить кредит кормить и одевать семью идете и пишите рассказы которые издательство гарантированно заплатит вам деньги надеясь что однажды в будущем вы накопите и издадите книгу про природу на свои кровные а пока вам приходится писать то что пользуется спросом представили эту ситуацию а теперь просто соотнесите ее с 19 веком добавьте двойную цензуру и вы получите ответ почему не все так просто с литературой в 19 веке если вообще провести комплексный анализ произведений писателей поэтов и философов того времени то вырисовывается интересная закономерность в период с 1825 по 1855 годы основным вопросом проходящим красной нитью русской литературе является вопрос кто мы и что с нами происходит период с 1855 по 1861 годы основная тема кто виноват и в период с 1861 по 1881 года основной вопрос что делать возможно друзья вы знаете и другие цитаты уже озвученных авторов или каких-то других не упомянутых сегодня если так то пишите в комментариях что за цитата кто написал когда потому что я уверен что таких подсказах с их стороны было гораздо больше и вообще друзья читайте классиков но теперь уже под другим углом с другим взглядом обращая больше внимания на разные непонятные моменты я вовсе не хочу ничего утверждать и не призываю соглашаться с выводами или спорить с ними просто анализируйте сами своим умом очень хочется верить что в приведенных цитатах отражается просто буйная фантазия авторов и не более того но если задуматься а вдруг это не фантазия вдруг они пытались докричаться до своего читателя или хотя бы намекнуть о чем-то одно я знаю точно всем нам в пору серьезно задуматься ведь кто не знает прошлого тот не имеет будущего такое случалось раньше такое случится снова вопрос лишь в том когда за 7 с вами не прощаюсь все самое интересное еще впереди благодарю вас за внимание всего вам доброго до свидания